Здравствуйте! В эфире ударные новости на телеканале «Боец» в студии Николай Коровин. В спортивном клубе «Канон» на улице Лобачевского в Москве прошел ежегодный традиционный семинар по китайскому «Или Цюань» под руководством мастера Чин Фан Сёна. Подробности об этом в семинаре у Анастасии Братсун. Грандмастер стиля «Или Цюань» Чин Фан Сён снова в Москве. Он приезжает в Россию два раза в год и желающих принять участие в семинаре такого легендарного мастера всегда предостаточно. Не стал исключением и этот раз. В небольшом зале оказалось около 60 участников не только из России, но и из Украины, Белоруссии и даже Польши. Всегда приезжает очень много людей из регионов, потому что это три дня, много часов за эти три дня и непрерывное общение, потому что семинаристы в основном проживают здесь в клубе. И поэтому помимо основных занятий, которые проходят здесь в зале, есть еще моменты неформального общения, есть моменты подготовки, отработки. Этот семинар Сэм, а именно таким именем мастер представляется европейцам, посвятил распознанию энергии при взаимодействии с партнером. Распознавание энергии необходимо для создания точки контакта с партнером. Точка контакта дает осознание наполненности, чувство момента. Это осознание дает возможность улавливать малейшие изменения в действиях противника и изменяться вслед за этими изменениями, а затем проникать в сферу защиты противника. В изучении Ильи Цуань очень важно понимание философии и концепции стиля. В Ильи Цуань философия наглядно отображена в технике стиля. Теория неотделима от практики, как душа и тело, и составляет единое целое. Стоит отметить, что во время парной работы с учениками улыбка с лица мастера практически не сходила. А неформальные беседы с Сэмом никого из желающих не оставили равнодушным. Занятие мастер-чинфункционное интересно тем, что среди множества на сегодняшний день присутствующих систем оздоровления, боевых систем, данная система строится на работе внимания и сознания. По окончании семинара любой желающий мог пройти аттестацию, чем многие участники и воспользовались.